Здравствуйте и процветайте, дорогие друзья! Это же снова я, Ион Ермаков. И сегодня я пришел для вас с подарочком новогодним. Конечно же, я очень хочу вам всего самого наилучшего пожелать, но самое важное, я считаю, это чтобы в вашей жизни было как можно более приятно, как можно больше приятного и как можно меньше неприятного. И мои друзья, которые стремятся к просветлению, говорят, самый лучший путь, к счастью, это отказаться от приятного и перестать желать его. Но для чего они хотят отказаться от приятного? Для чего они хотят перестать желать и освободиться от желаний? Ну, очевидно, чтобы прекратить свои страдания. То есть, опять же, больше приятного и меньше неприятного. Если у вас другие интересы, конечно, то мой подарок не для вас. Ну, а если все-таки вы желаете, чтобы в жизни у вас было как можно больше приятных ощущений, значит, я к вам пришел по адресу. Это очень хорошо, друзья. Итак, что же, что же. Для начала нужно, наверное, сделать маленькую пометочку. Количество приятного и неприятного в нашей жизни очень сильно зависит от нашего поведения. Ведь вы знаете, что два ребенка из одной и той же семьи могут в жизни достичь очень разных результатов. Один может стать нищим или преступником, а другой может стать богачом или святым. неизвестно. Ну, в истории есть такие примеры, да, когда дети в одной и той же среде выросшие, но от одних же тех же родителей родились. Тем не менее, у одного поведение такое, что оно приводит к приятной жизни, а у другого к неприятной. Итак, мы, наверное, согласимся с тем, что поведение, оно именно и определяет. Но, опять-таки, здесь возникает следующий вопрос. А что же, что же управляет нашим поведением? Конечно, мы можем говорить, нашим поведением управляет наша сознательная свободная воля. Но уже очень мало кто так считает, честно говоря, потому что наука сильно продвинулась вперед и сильно доказала, что там 90% все, что мы делаем, нами управляет автоматикой, которая у нас в голове. Я думаю, вы замечали эту автоматику прекрасно, когда вы говорите, да, на ночь есть не надо, конечно, да, надо вообще от этой еды, вообще надо отказаться. Но сегодня я съем, тем не менее. А завтра уже посмотрим, что будет. Ну, не только с едой, с другими разными вещами. И автоматика действует, несмотря на ваши какие-то сознательные убеждения, что поведение должно быть другое, и от него вам, в принципе, в дальнейшем будет приятно. Несмотря на то, что сейчас придется что-нибудь потерпеть, но зато потом-то будет все намного лучше. И так изо дня в день эта автоматика формирует ваше поведение и приводит к тем результатам, которым приводит. И вы имеете именно тот уровень приятного и неприятного, который есть у вас в жизни сейчас. Но мы можем это изменить. Конечно же, менять свою автоматику, это не каждый этим занимается. Кто-то скажет, что это вообще, так сказать, гиблое дело. Но мы-то знаем, что это не так, потому что на протяжении уже больше, чем 10 лет мы занимаемся именно этим. И, конечно же, уровень приятного в жизни, он сильно возрос. И самое главное, что те приятные вещи, которые, например, мою жизнь, я сегодня про себя немножко тоже буду говорить, наполняют приятным мою жизнь, они все в основном полезные. То есть я себя как-то за уши брал и перетаскивал на другие рельсы, на котором я, приложив какое-то усилие, начинал получать приятные от других вещей. То есть там 10 лет назад я получал приятные от неполезных вещей. Сейчас в моей жизни их почти не осталось совсем. Но, тем не менее, моя жизнь продолжает быть приятной. И это значит, что она будет приятной в долговременной перспективе, когда мне будет 50, 60 лет, 70 лет. Те, кто сейчас получает вот эти гормоны мозговые приятные за счет алкоголя, каких-то еще других вещей, скорее всего, в этом возрасте они сильно пожалеют, что в свое время не перетащили себя на другие рельсы. Я думаю, что у тех людей, которые, тем не менее, меняют свою автоматику, меняют свое поведение, меняют свои привычные кайфы на непривычные, у тех приятного будет в последующие годы гораздо и гораздо больше. Итак, сегодня я вам пришел еще ответить на очень важный вопрос. Что же такое, по-моему, счастье? Вот. Трактовок очень много, но для меня самое близкое – это там, где есть части. То есть, с-частье. Оно так и пишется, да? Чтобы там какие-то части есть. И, собственно говоря, это очень важный момент, потому что человек, для того, чтобы чувствовал удовлетворенность от своей жизни, для того, чтобы было много приятного, у него должны быть некоторые базовые потребности закрыты. И эти базовые потребности далеко не ограничиваются едой и теплом. А также есть и отношения с противоположным полом, со своей любимой или со своим любимым, со своими детьми, в своей семье. И очень важно – это здоровье, конечно, тоже, да? Потому что человек, который здоров, при этом у него какие-то отношения нехорошие, он одинок, он безответно любит кого-то, ему трудно чувствовать счастье, ему не очень приятно живется, да? Если у человека все хорошо в отношениях, но он болен, ему постоянно больно, он боится, что дальше будет еще хуже, ну, тоже вряд ли он будет чувствовать себя счастливым, да и отношения могут попортиться со временем от этой ситуации. Поэтому очень важно, я считаю, вот эти все части, то есть если все это есть, но у человека нечего есть и негде жить, и он вместе со своими любимыми людьми замерзает на улице, это тоже не назвать счастьем. То есть финансовая сфера, отношения, здоровье, все должно быть. Поскольку я насобирал в свое время очень много разных лайфхаков и очень многое взял от своих родителей, известных учителей счастья Светланы Римаковой и Линдожарова, я решил, что моя будет задача это помогать людям для того, чтобы вот эти все тонкости и нюансы, как собрать все эти части большого счастья воедино, чтобы люди тоже наслаждались больше, они страдали. И когда все это у меня получилось, я назвал это хэппи-центр эффективной методики счастья. Он уже более 10 лет работает в интернете. именно для тех людей, которые понимают, что делать те же действия и рассчитывать на другой результат, это не очень благоразумно, и нужно советоваться с теми людьми, которые уже каких-то успехов достигли в душевном комфорте. То есть важная часть – это то, что у тебя творится внутри. А может быть, самая важная часть этого счастья. Как ты ко всему этому относишься. По каждой отдельной, скажем, этой части есть проверенные временем уже десятилетиями, можно сказать, интересные методы, как сделать приятнее. Не все они известны вам, не все они широко афишируются. Но сегодня и завтра, получается, 26 декабря, это будет последний день, когда действует один раз в году действует акция «Предновогодний мешок счастья». Когда не только можно получить методики с гарантией возврата денег, если методики вам не помогли, то деньги возвращаются обратно. У нас все очень честно, потому что мы работаем давно, долго и собираемся работать еще уже очень долго. Ну и, кроме того, сейчас действует скидка 50% на весь ассортимент. Ну, фактически, вот до 23 часов 59 минут по Москве вы сможете решить некоторые свои проблемы, вопросы, задачи и так далее. С такой шикарной скидкой. Я немножко вкратце расскажу, какие проблемы очень успешно решает хэппи-центр эффективной методики счастья. Прежде всего, это методика антиневроз или живу без плохого настроения. То есть, это бронебойная методика по перестройке своей автоматики, своего поведения. То есть, когда в голове начинают крутиться негативные мысли, есть совершенно надежный способ, как быстро от них избавиться. В течение двух же недель люди берут под контроль негативное мышление. Изначально способ разрабатывался для женщин, которые не могут забыть бывшего. И для них это действовало и продолжает действовать просто отлично, очень экологично и совершенно недорого по сравнению с постоянными визитами к психологу, которые еще не всегда помогают и так далее. Вносит временный характер и постоянно надо снова обращаться. Здесь как бы есть методика, по которой человек работает сам. Но потом выяснилось, что любая негативная мысль, навязчивая, она может быть быстро очень пресечена с помощью вот этой методики антиневроз. Возвраты по гарантии просили меньше 1% всех покупателей и за последние 5-6 лет как методика это продается. Это, можно сказать, открытие мирового уровня. Второе открытие мирового уровня, которым гордится хэппи-центр эффективной счастья, эффективной методики счастья, это методика семья нового типа. Закон сохранения любви открыт. Да, действительно, не имеет совершенно аналогов система построения отношений между мужчиной и женщиной, при которых поводов для конфликтов практически не остается вообще. То есть люди договариваются так, что вместо того, чтобы постоянно со своей дороги убирать острые камни, гвоздики, всякие загрязнения, бревна упавшие, вот там, не знаю, какие-то нечистоты, просто эта пара надевает резиновые сапоги и совершенно комфортно по этой жизни идет, не обращая внимания на все вот эти вот сложности на своем пути. Поэтому мы пользуемся с супругой. Вот недавно отметили десятилетие свадьбы, совет да любовь. У родителей уже практически 40 лет без ссор, измены, вранья. Невероятная степень сострадания к тем, кто в семье не пользуется этими ценными знаниями, не имеет такого фундамента и вынужден постоянно сталкиваться своими ранами, там, друг друга травмировать и так далее. Это, конечно, очень печально, что люди в основном не интересуются способами сделать жизнь приятнее. Также началось у нас все с методики «Не мешайте ему влюбиться в вас, которая живит даже мужа». Методика только для женщин, и это методика о том, как перестроить свою автоматику в поведении для того, чтобы перестать отталкивать мужчину своим поведением и начать его притягивать, как это и положено по природе. Следом у нас есть широкий совершенно ассортимент различных методик на все случаи личной жизни, как найти мужа, который ищет хорошую тебя. Опять-таки связан с перестраиванием автоматики, потому что женщина любит выбирать мужчину инстинктом размножения, но, как показывает статистика разводов, это не приводит ее к приятной жизни. Если женщина хочет все-таки жить и радоваться, то ей придется немножко задуматься о том, что инстинкт размножения – это не инстинкт счастья, не надо их путать. Методика «Какую жену он ищет, ищет, ищет» – это опять про те качества, которые, возможно, в вас уже есть, но вы просто не понимаете, что мужчина ценит их, и, возможно, что несколько каких-то простых действий активируют эти качества, проявят их в вас, и это именно то, на что реагирует мужчина, чтобы он влюблялся каждый день больше, больше и больше. 10 качеств женщин, которые ищет каждый мужчина, даже не осознавая этого. «Ушел любимый мужчина, как его вернуть и зачем?» Изумительные отзывы, ни одного возврата по гарантии за уже почти 10 лет. Про секс, конечно, уловки умных женщин не без этого. «Хочу хотеть мужа» для тех, кто остыл к своему супругу. «Забыть бывшего» и «Вспомнить будущего» – очень востребованная тоже тема специальная, целый букет различных важных методик. А также очень много по здоровью, по воспитанию денег, по воспитанию детей есть методики. Ну, я вот на воспитание свое не жалуюсь, благодарю. Действительно, очень был грамотный, разумный, осознанный подход. Я думаю, что оттуда можно много ценного подчеркнуть, ценных мыслей, и уже дальше что-то примерить на свои отношения с детьми. Очень важно. То же самое и про здоровье. Про здоровье, наверное, мои родители знают больше, чем кто-либо другой среди моих знакомых. Им уже почти 70 лет, и здоровье – ого-го. Поэтому я и вся моя семья тоже во многом ориентируемся на эти стандарты здоровья, хотя нам еще есть к чему стремиться. Друзья, если что-то будет интересно и полезно, то заходите на сайт истинное.рф пишется русскими буквами. Там есть промокоды, которые вы можете получить для получения скидки 50% на весь ассортимент. И даже 60% – это повышенная сверхскидка на методику «Как найти хорошего мужа, который ищет хорошую тебя». Такой шанс бывает один раз в году. Но самое важное, что каждая участница акции «Мешок счастья» получает возможность участвовать в розыгрыше. Розыгрыш – это комплект всех произведений стоимостью более 62 тысяч. То есть это все произведения Светланы Ермаковой и Ленинбожарова, основные авторы нашего хэппи-центра «Эффективные методики счастья». По-разному. Иногда бывает у нас 200 участниц, бывает 400, иногда немного больше. Но в целом вот такой порядок. Каждый год кто-то одна или кто-то один выигрывает этот комплект всех произведений, розничная цена которых более 62 тысяч рублей. Поэтому до вечера завтрашнего дня у вас есть возможность купить маленькую какую-то книжку, не обязательно большую дорогую методику с гарантией возврата денег брать. Книжки у нас тоже интересные и увлекательные и для детей, и про детей, и про счастье в душе, и про здоровье. И в общем, еще есть партнерская программа, кстати, если говорить о финансовой стороне дела, потому что, рекомендуя наше произведение своим знакомым, вы получаете от 35% цены этого произведения. То есть здесь у нас некоторые партнеры хэппи-центра зарабатывают иногда 70, а иногда и больше 100 тысяч в месяц, рекомендую наше произведение. Поэтому как бы тоже одна из сфер жизни, которую можно сделать приятнее. На этом все, друзья. С Рождеством, с наступающим Новым Годом. Всех вам благ. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь ко мне. Я буду помогать и поддерживать. Это моя работа. Ваше счастье это, собственно, моя сфера интересов. Поэтому мне очень важно, чтобы это была счастливая планета, и чтобы сам я жил на счастливой планете, и дети мои жили на счастливой планете, и друзья все мои жили на счастливой планете. Ну, для того и работаем. Всех вам благ. Пока-пока. Не теряйтесь. Будем на связи. Счастливо.